Я молилась сейчас, уже заканчивала молитву. Сказала, я пойду сейчас все запишу, пока я помню все, что было сказано в Библии. Слово, которое оставил Господь для детей своих, чтобы мы росли. Ибо вера от слышания, слышание от Слова Божьего. В Библии каждое слово пропитано Духом Святым. Писали люди, да, я не спорю, писали люди, а мы сейчас с вами не пишем. А мы сейчас с вами не фиксируем те откровения, которые Господь говорит нам, живущим в 21 веке. Мы разве их не фиксируем? Фиксируем. Получается, что нужно все вот это как-то аннулировать. Через тысячелетие то, что нами было сказано, скажут, но это нам не надо. Господь живет в нас. Мы Его слышим. И без вас, как говорится, обойдемся без сопливых. Мы и так слышим. Знаете, что Господь мне сказал? Вам тогда будет уже не нужна Библия, когда вы, опять же, прочитав в Библии мое слово, пророчество, что вам нужно съесть ее. Вам нужно ее съесть. Вы ее съели, чтобы отказываться от нее. Вы ее усвоили. Вы знаете все наизусть. Каждое свидетельство, все, что я передавал, все, что там записано, через пророков, через своих детей, через апостолов, через избранных. Детей Моих, Господь говорит, вы все съели, вы все усвоили, вы все знаете, чтобы взять и отодвинуть. Священное Писание, вошедшее в Библию. Поэтому я слышу Тебя. Я говорю, Господь, я же слышу Тебя. Он говорит, да. Вот пойди и запиши, что это мое слово. Это мое слово. Научайтесь. Понимаете, без веры мы только верою войдем в Царствие Небесное. А вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да, мы все время уходим, понимаете, как по кругу ходим. Господь говорит. Он внутри нас, Он говорит со мной. Я Его слышу. Я Его слышу. Но для того, чтобы вам... Вот я сейчас просто записываю, да, то, что сказал Господь. Съешьте меня, да, будет горька, она, да, потом как мед. Вот. Потому что нам, ой, как нам много чего не нравится, как написано в Писании. Но мне, чтобы вот подтвердить, да, вот то, что сейчас вот мне Господь сказал. Люди же, как Иисус сказал, да вы же маловерные. Вы же вообще ни во что не верите. Вам все время нужно пощупать, понюхать, потрогать, услышать. Горож-то откройте, как в кино. Вы же не верите, люди же не верят. Поэтому я открою Писание, я найду все подтверждения, все, что сказал Господь через пророков, через апостолов. Я опубликую в домашней группе вместе с этим аудиоформатом, который сейчас записываю. Вы же не поверите на слово. Скажут, ну, очередная, это, там, юродивая, ну, как и написано в Писании, что вы в этом мире будете восприниматься как чокнутые. Ну, так это же замечательно. Я всегда говорю, значит, я верным путем иду, если меня воспринимают как чокнутую. Ну, и если я подкрепляю всегда свои чокнутые откровения словом Божьим, то вы уже не со мной будете спорить, вы будете спорить с самим Господом. А вот если я не дам подтверждения, вот тогда да. Тогда вы можете сказать, ты что там ересь какую-то несешь? Что ты там говоришь? Поэтому я ела, ем и буду есть. Мне жизни, допустим, я знаю, мне не хватит. При моих обязательствах в этой жизни, я знаю, Господь разделяет, Он помогает, Он настолько, сколько мне нужно делать. Я не знаю, как будет складываться дальше, но на сегодняшний день я стараюсь, мне чтобы съесть эту святую, живую книгу и усвоить ее еще, понимаете, не просто съесть. Может же и не перевариться. А надо же, чтобы она усвоилась. Мне может жизни не хватить. Поэтому она мне нужна. Она мне нужна. Несмотря на то, что я с живым Богом, я общаюсь, я могу слышать Его без священного писания, мы с Ним напрямую. Он живой источник, источник живой воды. И Бог написал, оставил нам в Слове Своем. Пей воду из своего колодезя. Пей воду из своего колодезя. То есть во мне Христос, Дух Святой во мне, я и пью. Но опять же, чтобы вы поверили, что это написано, я обязательно включу и этот стих. Эх, маловерные. Народ маловерный. Спасибо тебе, Господь. Нет. Библия – это чудесно. Это такая книга потрясающая. Нет у меня рядом, допустим, ее. Я куда-то поехала там, допустим. Но я беру всегда с собой Библию. У нас не было на даче. Я была всего три дня. Не было там связи. И я открывала, я взяла, и открывала Писание. Бог мне это говорил. Где эти места? Где, чтобы девчатам зачитать их? Потому что я говорю, не-не-не, я сейчас найду. Да ладно! Девчонки мне говорят. Я говорю, нет. Я найду и прочитаю. Я обязательно вам прочитаю слово в слово, как сказано было. Духом Святым. И было записано. И я уверена, что то, что было сказано, это даром не пройдет просто. Это упало. Это упало в девчонок. Я верю. Я уверена в этом. Я уверена. Богу было угодно, чтобы мы общались, чтобы я рассказывала. Пусть не так много, но мне кажется, что много. Как без Библии? Как? Я не представляю. Нет, я как раз могу представить. Но для меня, вот я о себе говорю, мне может не хватить жизни ее усвоить настолько, что она мне не нужна будет в печатном виде. Что она вся войдет в меня. Она должна в нас быть. Она должна в нас быть. Вы должны ее съесть и усвоить. чтобы в любой ситуации сразу же наши уста могли цитировать Слово Божие и интерпретировать в Духе истине. То есть еще и как понимать это, растолковывать все это. Это уже Дух Святой вступает здесь в работу для того, чтобы понятно было. Тексты же непонятны многим. Поэтому мы трудимся. Мы трудимся. У меня задание. Завтра у нас группа собирается. Завтра я с утра возьму Писание и буду читать первое Тимофею. Первое послание Тимофею. как Дух Святой через апостола Павла, что он ему сказал передать. Я буду все это читать. Хотя уже читала, не знаю, можно сбиться со счета сколько раз я читала. Я с радостью буду читать. Бог что-то приготовил новое. Он что-то мне приготовил новое. Потому что на группе у нас будет общение. Мы будем делиться откровениями. То, что открыто каждому из нас. Открывает Дух Святой. Мы сначала Библию открываем, а потом Дух Святой сразу же читаешь и и Он открывает, и Он открывает, и Он открывает. Как это замечательно. Будьте благословлены. Читайте. Читайте Библию. Доверьтесь Господу. И общайтесь с живым Богом. Пригласите Его в свое сердце. Он будет жить в вас. Вы будете Его слышать. Он очень любит нас. Он очень любит нас. Ну все. Всех обняла. Мне доброй ночи. Вам чудесного времени. И благословения Господа нашего Иисуса Христа да пребудет всегда с нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok